Род благослови, земля матушка благослови, мамочка благослови, отец благослови, благо принимаю, благодарю. Прикасаться к земле надо, да? Не обязательно, прикасаться, просто если вы лучше чувствуете. И когда, опять же, мы живем в физическом мире, поэтому здесь чувства и эмоции, они важны. Чем больше вы будете ощущать, когда вы говорите род, это вы реально, представляете, род, целый поток, ваша куча-куча водочек, земля. Вы представляете, не просто где-то землю, а вообще землю, в целом, но вы здесь за землями вместе. Конкретную мать сможет представлять, если даже человек умер, это ничего не означает. Показывал пример, человека не был. Сейчас я расскажу. Очень просто. То же самое, фокусируемся на отце. Всю благость от рода, от земли, которую вы от родителей получаете, вы ее примите. Не жлобитесь принимать энергию, не жлобитесь принимать подарки. И потом отдавайте все, что они вам дарят. Все шеи идеи, эмоции, цели. Если у вас это будет циркуляция, все произойдет. Что происходит, я уже говорил, нужно перенечать в домах. Нужно жить в доме, потому что когда энергия происходит через низ, энергия происходит. Простите, это о чем вы говорите, чтобы мы тоже в курсе были. Если человек живет в 16 этаже. А 22? На 22 этаже вы живете, у вас энергия проходит. Рот, потом идет вниз, земля. Земля проходит через соседей, через друзей, через округов, через людей, которые вы не знаете, через собак, через всех демонов, сущностей. Негативных существ, куча пыли. Информация где земли доходит. Ну, понимаете, да? Доходит. Ну, приблизительно вот так. Земля где-то слышит. И приблизительно так же получается, ваша благодарность, она вам энергетически возвращает туда. А, ну это лучше делать процедуру в лесу. Идеально. Да. Ну, понимаете, это все чувствуется. Либо же вы должны настолько сильно энергетически сфокусировать, что когда оно будет вниз проходить на землю, там вообще все таких соседей, что-то бабушка пробила, и дошло до вашего рода. Сейчас разъехал. Второе, пропишите, я уже говорил. Где-то тут был листочек, он улетел. Нарисуйте вот такую вещь, не поленитесь, это родовое дерево. Мама, ой-то, я. С другой стороны, мама. Я извиняюсь. Да, конечно. Папа. Ну и родители. И так до седьмого колена, просто не хотелось долго рисовать. У вас получится там 280-270 тонн. Это реально как-то энергище. Так, а если ты их не помнишь, как же это? Мы же не помним дальше второго колена. Когда рисуете кружочек, у вас включается сакральная память. Может, вы сейчас их не помните? Ну там через Снеевы, через ГО, через ГЛА. Они вам всем придут, они вам всем расскажут. Вы их не помните. Это люди могут подпределить, которые родом занимаются. Огромное количество. Оно приходит, вам придет, все вспомнится. А как это делать? Просто как бы их представлять? Через сны, через видение, через ангелохранители, через информацию. Вспомнятся все самоубийцы, вспомнятся все обиды. Вам надо все это отпустить в этой жизни, потому что вы родом занимаетесь. Вы кружочек нарисовали, вроде бы, что такое кружочек. А вы реально вспомнили, у вас там родные жены. Спасибо тебе, дочь. Спасибо тебе, сын. Все вспомнил. Благость тебе, свет для любви. А как они могут, ведь они же уже выпущены в другом теле. Хорошего. Отвечаю на этот вопрос так. Мы здесь вообще переселяемся, переселяемся. Кто-то переселился, кто-то нет. Но, смотря внимательно...